Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте А через книгу Евангелия от Матфея мы создаем в нашей душе новый мир А Евангелия от Матфея написал Матфей Но если бы сам Матфей написал, он бы не смог бы написать подобного Вам не кажется, что это просто история здесь написана? Но если внимательно посмотрим, мы обнаружим душу Бога в этих историях? А если еще глубже посмотрим, тогда мы увидим отражение нашей души? Каждый раз, когда мы ходим по тем местам, где был Матфей и Пепсал Мы видим нашу душу и душу Бога И точно видим различия между нашей душой и душой Бога Поэтому не побывав в Евангелии от Матфея, трудно узнать, насколько наша душа отличается от души Бога А в Евангелии от Матфея мы обнаруживаем новый мир И мы можем почувствовать, что наша душа становится схожей с душой Матфея Удивительно, ведь здесь разные разные истории написаны Рассказывается про рыболовов Потом про Матфея Такие истории, но как они смогли так описать хорошо нашу душу? Кто бы что ни говорил, я считаю, что 66 книг Библии — это слово Бога И тем более я благодарю за то, что Господь Бог говорит моей душе И каждый раз, когда читаю это слово, моя душа приближается к Богу И когда я вижу, как прекрасным образом решаются все мои вопросы, я благодарю Бога Сегодня прочитаем 20 главу, 29 стих И когда выходили они из Ерихона, за ним следовало множество народа И вот двое слепых, сидевших у ворот, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать «Помилуй нас, Господи сын Давида» И также блудница Рахав помогла сагидастым в городе Ерихон Ерихон называют по-другому город Пальм, где очень много деревьев, поскольку он находится ниже, чем другие города Когда я был в Ерихоне Действительно, в отличие от других городов, издалека, если смотришь, он казался зеленым И там были пальмы, которые дает Феникс И там я видел, что один собирает Феникс Но одно упало на улицу, и мы подняли, попробовали, и было очень сладкое И тогда хозяин принес целую жменью и сказал, вот, угощайтесь Да, я и сказал, где же слепые встретились с Иисусом Здесь написано, когда Иисус выходил из Ерихона То есть, понимаете, Иисус был в Ерихоне, потом он выходил, получается, он за воротами уже Многие люди, следуя за Иисусом, пришли к выходу города Да, слепые не могут увидеть Иисуса и не видеть толпу Но они могли ли почувствовать, что многие люди передвигаются? Но слепым Господь Бог нарисовал такую душу, которую другие не имели? Что дал Господь Бог слепым? Смотрите, многие люди упустили шанс быть вместе с Иисусом Смотрите, в начале Гнейман, когда Елисей сказал, чтобы он окунулся 7 раз в Иордании, он мог просто окнуться Но у него из-за своих мыслей он разгневался, поэтому он хотел просто вернуться в Дамаск Смотрите, перед распятием Иисуса Христа схватили Пилат отправил Иисуса Ироду Да, ведь это был последний шанс для Ирода встретиться с Иисусом Господь Бог дал последний шанс с Ироду встретиться с Иисусом То есть он встречается с царем царей и тем, который пришел спасти весь народ Да, для Ирода это был шанс очиститься от всех его множества грехов Но у Ирода, поскольку у него было очень много богатства и силы, поэтому он хотел просто увидеть чудеса Иисуса Но ведь это был последний шанс Ирода встретиться с Иисусом Но он хотел увидеть чудеса Иисуса и насладиться этим, но у него не было мысли думать о своей душе Но эти слепые имели такую драгоценную душу, мысль, о которой не имел Ирода Смотрите, все что имел Ирод это было дорогое, блестящее и ценное А эти слепые наверное имели некрасивые, бесценные и вообще ненужные никому вещи И что одежда тоже самое, обувь тоже самое Да, Ирода имел все самое дорогое, самое лучшее Но поскольку эти слепые были бедными, они имели самые скверные, самые грязные, самые ужасные вещи И поэтому если мы смотрим, тогда Ирод живет самой яркой, самой лучшей жизнью в этом мире А эти слепые имели самые скверные, самые ничтожные вещи Но что нам показывает Библия? Что мир души у них был не таким Мир души Ирода был вообще бессмысленный и не нужен никому А эти слепые имели душу, в которой Бог может действовать? Это очень важно Смотрите, есть в этом мире очень много вещей, но есть и вещи невозможно использовать Это зачем они нужны нам? Когда мы смотрим на землю, казалось бы, что там такого хорошего? Но когда мы смотрим на бриллианты, сафари или другие драгоценности, кажется, они такие ценные Но если, например, этот мир был покрыт бы не землей, а сафиром Или если бы эта земля была покрыта бриллиантами, а не землей Это что было бы с этим миром? Разве в бриллиант мы можем посадить дерево? Если вы порошок бриллиантов, вы посадите какой-то семье, что-то вырастет? Казалось бы, земля, что тут такого цена, но Бог сделал, чтобы землю покрыла земля И почему она удивительная? Земля имеет очень удивительную силу То, что не может сделать бриллиант То, что не может сделать золото Земля ведь может сделать те вещи, которые не могут сделать сафир или другие кристаллы и другие ценности Эта планета покрыта землей Поэтому, чтобы мы не посадили, вырастают оттуда росток Появляются цветы И дают плоды Да, удивительно, как эта земля может сделать, чтобы яблоко дала яблонь? Я порой спрашиваю у земли Скажи, откуда ты взял только красный цвет, что розы стали такими красными, алыми? Земля удивительна Однажды в Корее проводился чемпионат мира по футболу И для того, чтобы болеть за свою команду, все, корицы, одели красную футболку Скажи, что-то это произошло? Многие, многие, корицы, одели красные футболки На заводах, для того, чтобы сделать эти футболки, полностью используя все краски красные Поэтому пришлось из Японии заказывать краски для того, чтобы перекрасить футболки А вы спросите у розы Где ты импортируешь красный цвет, чтобы сделать себя алым? Спросите у земли Смотрите, смотрите на землю, там нет никакого красного цвета Там же нет, например, завода покраска Но откуда он берет красный цвет и делает алые цветы? Где ты взял вкус манго? Где ты создаешь вкус яблоки? Эта земля имеет удивительную силу Оно очень удивительное Если посадить манго, вырастает манго Если посадить персик, вырастает персик, невозможно узнать, где этот вкус берется Я очень люблю картошку Откуда создается этот вкус картошки? Но знаете, что удивительно? Хотя картошка или другие фрукты отличаются между собой вкусом, но они все нравятся мне Да, сила, которая может дать вкус имеет земля, но люди не ценят землю Внешне с Ироном хотели встретиться со всем, потому что у него была яркая жизнь, хорошая жизнь Но эти нищие, слепые люди Кто будет стараться встретиться с ним? Кто будет хотеть разговаривать с ними? Когда мы смотрим внешне, Ирод, он очень великий, очень хороший человек Но перед ним стал Иисус Ирод, он не посчитал всерьез Иисуса Почему? Потому что у него не было глаз увидеть то, что есть у Иисуса На сегодняшний день очень многие люди пренебрегают Иисусом, не принимают Иисуса всерьез Но эти слепые были люди, которые знали Иисуса Они разве до этого встречались с Иисусом? Они даже не видели Иисуса Они разве трогали Иисуса? Нет Они всего лишь услышали о нем Но их душа была подобна земле, в которой мог действовать Иисус Господь Бог когда создавал людей, создал как землю Иисус Это земля в отличие от золота или бриллианта или сафари или других драгоценностей? земля была сделана так, чтобы если посадить имя, вырастает росток, цветы, плоды когда Бог создавал нашу душу я сейчас не понимаю из чего Он сделал нашу душу если можно было бы вытащить душу и материально определить из чего сделано, тогда было бы возможно сказать но поскольку душу невозможно потрогать, не можно вытащить и мы не можем определить цвет, поэтому я ничего о нем не могу сказать но точно, что я могу сказать, душа подобна земле если эту землю посадить, то это имеет силу, чтобы выросло что-то и дало плоды да, бриллиант не имеет силы, чтобы семья выросла и потом дала росток, потом цветы и поэтому бриллиант и сафари, они были вынуждены сделать внешнюю часть красивым поскольку внутри ничего нет но земля имеет удивительную силу и поэтому ему не обязательно показывать себя ярким и зачем ему особо как-то выделяться даже если люди в том числе, все равно земля терпит да, извините, но даже если дети писят, а земля думает, ладно, ничего страшного да, даже если люди плюют в землю, все равно земля ничего не говорит но какую силу имеет эта земля? да, имеет силу, чтобы семья дала росток, чтобы дала цветы, потом дала плоды и это очень удивительная вещь мой отец работал на поле и в детстве до 19 лет я помогал отцу работать на поле и очень интересно работать на поле да, конечно, это очень тяжелая работа осень, осенью мы собирали пшено да, нужно было вот так вот собирать пшено да, есть, например, вот растет пшено на поле да, берешься и собираешь руки и схватаешь их да, и когда за раз, тогда несколько, так скажем, ростков ты можешь собрать после работы, когда ты возвращаешься домой да, ты голодный и ты уставший и ты начинаешь есть да, руки и ноги грязные, но ты не можешь их помыть, просто ложиться спать поскольку очень тяжело работать на поле да, мой отец всю жизнь работал на поле, поэтому он уже привык а я, поскольку еще не привык, поэтому мне намного тяжелее работать на поле и поэтому отец не хотел, чтобы я работал на поле да, я очень тяжело работать на поле я не образованный, поэтому работаю на поле да, будь госслужащим или еще кем-то, но точно не работай на поле да мой отец не любил когда я работал на поле и поэтому хотя я помогал отцу да отец всегда мне говорил это будет тебе тяжело поэтому не надо заниматься земледелием я даже ты поехал в америку я мы ехали по автомагистрали в калифорнии и там был виноградное поле ходов по расчету 70 майло и спонсом сипура цират а потом подавать за этим мы ехали со скоростью 70 миль в час и 20 минут ехали и было одинаковое поле мне кажется даже если скорее все поля соберем не получится поэтому экономическим плане мы нам трудно в сельскохозяйствен конкурировать с америка я уже обучился просто мой отец не стал наверняка говорят в америке землетели они самые богатые они пускают спутники и потом так скажем подкупают депутатов чтобы они были вы на их стороны и таким образом занимается земледели но у нас всего лишь было несколько а тысяч квадратом поэтому надо было все делать в руку руками если не корот это надо руками тело до порой мы уставали было тяжело но когда мы пробовали было очень удивительно и земли вырастает росток стволы и уже еще раз посетишь пшено и удивительно как они вырастают ростки осень смотришь они уже созрели и они наклонились свою головку и шагу я выхирую сего это был отел кит и море чудо нового антио до урибал к банке он комсу бактурно мальчик да а когда поскольку в то время не было еды поэтому отец ел то что могли бы мы есть и также отец я думал о нас поэтому на саду посадил такие деревья чтобы мы могли есть фрукты так удивительно как они могут созреть и дать такой прекрасный вкус да действительно было удивительно и господь бог сделал душу человека подобно земле если посадить вашу душу зло будет давать это зло ростки зло вырастет зло будет давать цветы и затем будет давать плоды знаете это очень зло человек да как в такой душе может образоваться зло если наша душа посадить ненависть тогда вырастет ненависть и такие вещи росли моей душе в детстве но в девятнадцать лет я встретился с иисусом как эти два двое степы которые встретились с иисусом когда иисус выходил из ерихуна я руку от услуги эти эти слепые встретились с иисусом но они не могли увидеть они не могли подруга иисуса они только услышали о нем и этого иисуса который встретили слепые я тоже с ними встретился на самом деле я ничего не мог почувствовать об иисусе каждый раз когда я был вместе с ним каждый раз когда я встречался с ним то что делал иисус живя моей душе это было удивительные вещи эти слепые когда увидели иисуса они получили такую силу от иисуса который могут видеть свет господь бог создал свет сзади почему бог создал свет для глаз бог нам дал свет если у нас не будет глаз да нет смысла чтобы люди которые не могут видеть им все равно есть или нет света и для наших глаз господь бог нам дал свет и этот свет создает удивительный вечер на волну ли ангадо печи козу фурн на морщико урену надо да например если там растут красивые деревья тогда нам надо туда пойти чтобы видеть свет переносит этот вид нам когда не поднимаясь даже в город я могу знать что там есть деревья а если не будет глазка мы будем это знать и дури и кульки мандарин газе понимать и глаза так делаю и послала слепые они не могут видеть что впереди не было ты далеко он находился всего же несколько метров от них но они не могли потрогать иисуса увидеть иисуса и почувствовать как но они знали что иисус это сын бога они знали что если смеет силу и я и сейчас иисус проходит из ерихона уходит поэтому слепым был неизвестно когда они смогут еще встретить именно поэтому если я сейчас упущу я не смогу открыть глаза и последовать за исток и больше я не смогу его увидеть это через него хочу открыть глаза и слепые начали кричать люди начали запрещать и молчить и все молчать вы тоже молчите люди начали обличать их но слепые они не могут увидеть иисуса они же не смогут последовать за иисусом поэтому неважно что им говорят люди не я должен сейчас с ним встретиться он сейчас пройдет из ерихона и уйдет может быть он больше не придет ерихон может быть это мы наш последний шанс и они начали кричать помилуй нас господи сын давида они начали так кричать и этот крик дошел до иисуса иисуса разве будет принимать этим криком нет этот крик позволило открыть этим слепым у других людей была возможность встретиться за разных причин они упустили этот шанс но слепые не упустили этой возможности именно поэтому через иисуса эти слепые могли открыть глаза и иисуса и пичи сходе и нуннадо драко теперь этот цвет мира попал в их глаза сходим до панды и на цел богу пичал борцу а иисус и слепые смогли увидеть день увидеть свет там за беда спасибо а и а Субтитры подогнал «Симон»